Продолжение следует... Нужно больше Ведьмака! Очень много Mortal Kombat'а, аниме про русичи и мёртвый сезон! По традиции первая рубрика — новостной блок. Не будем тянуть? Погнали! Только-только спустя два года после Kickstarter до российских пользователей развезли первые коробки огромной настоки по Ведьмаку, а издательство GoOnBot уже выпускает на поля краудфандинга новый проект. В этот раз соревновательную карточную игру, в которую можно будет сыграть как самостоятельно, популярный нынче режим, так и в компании до пяти человек. Игрокам предстоит стать одним из культовых героев саги, которые заново переживут поворотные истории вселенной. Средняя продолжительность одной партии составит около часа. В анонсирующем ролике уже можно увидеть наполнение, карточки, фигурки, поле, книгу правил и другие элементы. Дата выхода пока неизвестна, но уже можно сказать, что за покупку в первый день каждый бэкер получит уникальную фигурку Геральта верхом на платве. Судя по всему, студия вдохновилась успехом предыдущего проекта и решила собрать еще больше денег, поместив в центр игрового процесса культовых героев с не менее культовыми игровыми дизайнами. Геральта, Йеннифер, Цири, Весемира и Лютика. И это только пока до появления множества сверхцелей. А появятся они, полагаю, довольно быстро. Сразу после старта кампании, который намечен на 19 октября. Плюс студия представила тизер-аниме Киберслав в ходе презентации своих проектов, прошедшей 15 сентября. По сюжету Киберслава, главный герой, он же богатырь-полукровка, будет расследовать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья. Озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса. Отличный повод вспомнить, как быстро летит время. Первый трейлер от российской Evil Pirate Studio вышел аж в 2018 году. Ну, общее у роликов с разницей и в 5 лет. Впрочем, прослеживается. Все выглядит так же стильно и захватывающе. Приятно видеть, что под влиянием мемов авторы удержались от соблазна добавить робо-ящеров. Сериал выйдет в 2024 году на кинопоиске. Точная дата релиза? Неизвестный. В сети появились камешоты костюмов из делюкс-издания Marvel Spider-Man 2. В состав издания войдет ровно 10 костюмов, которые нельзя будет получить в самой игре. Новость примечательна тем, что все как один фуфло полное. Дизайны сочетают в себе неон, металлические громоздкие конструкции, диспропорциональные компоненты, словом, все, что пошло бы железному человеку, а не мобильному и юркому парню в красном-черном, ну или красно-синем трико по ситуации. Уфугубляет все тот факт, что в самой игре, судя по всему, клунадо с раскрасками продолжится. Предварительно можно заявить, что это один из худших бонусов за делюкс-издание, которое я видел. Бескушица 1, канон 0. Продолжая о халтуре. Состоялся релиз Mortal Kombat 1 для владельцев всех платформ. Даже Nintendo. После этого в сети появились первые отзывы о файтинге от игроков. Некоторые из них назвали главной проблемой игры сюжет. К слову, об этом мы поговорим чуточку позднее. Некоторые систему камео, некоторые ростер, а некоторые конкретно неудачную озвучку Нитары, голос и внешность которой подарила Меган Фокс. Согласно отзывам, Меган Фокс, цитата, словно читает текст с бумажки, не придавая репликам Нитары практически никаких эмоций. По словам поклонников Mortal Kombat 1, лишь некоторые сцены получились более-менее удачными. Несколько человек признали, что реплики Нитары выбивали их с общего погружения в историю более чем полностью. Легко с этим согласиться. Ощущение, что искусственный интеллект уже среди нас. А чтобы об этом не заподозрили, озвучку спрятали в устах самого пластикового персонажа игры, исполненного пострадавшей от пластики актрисой. Вот кому бы точно не помешал перезапуск таймлайна. Об этом мы поговорим чуточку позднее. Не будем далеко уходить от темы видеоигр, в частности Mortal Kombat, ну и конкретное разочарование. Сейчас мы в следующей рубрике поговорим о всем, что накипело в связи с этой долгожданной и, видимо, не очень оправдавшей ожидания видеоигрой. Темой нашего нового обсуждения станет Mortal Kombat 1, ну или, если по-хорошему, Mortal Kombat 12, который напрямую продолжает сюжет предыдущей части. Говорить по механиках, я думаю, смысла особого нет. Из особых изменений можно максимум отметить, что у Шоу Кана теперь выросли натуральные рога, а вместо молота он орудует сикеры. Вявились камео. На этом все. Возвращаемся к сюжету, который является магистральной особенностью Mortal Kombat уже несколько игр. Хорошо поставленный, хорошо снятый, с кат-сценами, с экшеном, не уступающим Джону Уику, с шикарной лицевой анимацией и абсолютно про... Как говорил бы R2-D2, абсолютно порушенными полимерами любого качества. Почему? Все просто. В три часа сюжета невозможно уместить развитие новой вселенной, развитие старой линии и долбанную мультивселенную безумие из Доктора Стрэнджа 2. Почему? Давайте смотреть. Появились персонажи старые с новым бэкграундом, но новый бэкграунд в таком минимуме. Мы знали, что Хавик любит хаос. Мы знали, что Ашра ищет искупление. Мы догадываемся, что Шао Кан тот еще муфак. Мы, в принципе, можем себе представить, что Шан Цунг не очень хороший человек, и в данном случае создатель мира, он же Люкан, сам за это ответственен. Потому что, ну, что вы еще хотели? Помещая всех тех, кто вам не нравится, в условия, где гнобят, шпыняют, унижают в шахтах, вы ждете, что Куан Чи и Люкан после этого не станут заклятыми врагами, а Шан Цунг не продолжит пытаться достичь силы любой ценой, даже после череды неудач в собственных мошеннических схемах. Синделл, ну, теперь она властная императрица, просто теперь она не злая и без серой кожи, теперь она не ревенант. Китана Мелина, сестры дожили, не клоны, а родные сестры, зашибись изменения. Напоминает уже упомянутого Доктора Стрэнджа, где вся мультивселенная заключалась в том, что они переходили дорогу на красный свет вместо зеленого, и пицца была вместо диска такими пиццевыми шариками. Так себе изменения скажу я вам. Но самое обидное в самой драматургии. Игра вроде как пытается развить линию с таймлайном, что Люкан какой-то хреновый создатель, что ответственность он всю своих плеч сбросил, что ничего толком не поменял. Но вот этой классной подводке, которая могла бы оправдать в нынешний век постмодернистических сюжетов хоть 20 частей Мортал Комбата, в духе битвы всегда будет вечной. Он почему-то не смог. Нет никакого размышления на тему того, что мы сами делаем своих злодеев. Нет. Просто до какого-то момента Люкан, которому подвластны все царства, ни с того ни с сего перезапустил таймлайн, и зачем-то непонятно почему решил оставить турнир. Хотя если он создатель, он находится выше старших богов, он мог просто все изменить. Но теперь просто драка вместо огромного колизея проходит на заднем дворе у императрицы в саду. Казалось бы, зачем? Ну и главный сюжет, главный твист, который, правда, слили за несколько дней до релиза, причем до нескольких дней релиза раннего доступа, надо отметить. Но, тем не менее, менее зрелищным этот твист не стал. Ровно как и глупым. В какой-то момент появляется персонаж из второй концовки последствий, и выясняется, что у одиннадцатого есть две каноничные концовки, где победил Люкан и где победил Шанцунг. Поэтому у нас есть два Шанцунга. Из нового мира, подонок, и из старого мира, который подонок еще больше, но с силами создателя мира. И тут начинается форменный кошмар. Почему? Можно списать это на халтуру разработчиков. Они не стали заморачиваться с текстурами. Они не стали заморачиваться со скинами. Проще говоря, к концу игры 50 бойцов хороших, 50 бойцов плохих встречаются на пирамиде Аргуса. И надо это видеть. В жильде Люкана персонажи из самых разных вселенных. Но выглядят они все как просто рискины игры из одиннадцатой части, из двенадцатой части. Они не выглядят как уникальные модельки, как это сработало бы в случае с любой мультивселенной, где можно увидеть старого паучка, которого играет Гарфилд, в исполнении Гарфилда. Или Тоби, которого играет Тоби. Или Энакинда Скайуокера, которого играет Кристенсен. Нет, здесь просто куча моделек, персонажей из игры, которые просто снаряжены в другое какое-то обмундирование. Допустим, у Шаукана та же самая текстура, те же самые рога, просто у него теперь красный балахон. И так далее. Это рушит абсолютно все ощущения какого-то мультивселенского безумия, каких-то порталов, каких-то масштабных сражений. Это просто, ну, не знаю, мультиплеер 64 на 64 в Battlefield со скинами Mortal Kombat выглядел бы примерно так. Ну и о самой сюжетной составляющей, где нету ни мотивации, ни подводки, а финальная заруба... Нет, финальная заруба очень веселая, надо сказать, когда на тебя ни с того ни с сего прыгает гора с четырьмя руками и четырьмя лотками. Это очень весело, когда ты просишь, ну, поделись хотя бы одним. Это прикольно. Но почти все персонажи, которых пытаются раскрыть, которые были не очень интересны в старых ростерах, которые всегда стояли на заднем плане, за Джонни Кейджем, за Скорпионом, за Саб-Зиро, за тем же Рейденом и Люканом, все те, вроде Рептилии, вроде Хавика, вроде Ашры, они уходят абсолютно непонятно куда в конце сюжета. То есть, две трети сюжет приземленный про новое миростроение, затем в какой-то момент появляется резкий удар по столу, переворот баланса, мультивселенная, и все просто исчезают. Арки не закрываются, сюжет прекращается, все сводится к огромной зарубе на вершине пирамиды, которая ни к чему хорошему не ведет. Просто отматывается время, просто ждите следующую часть. Итого, столько хайфа, столько обещаний, что Mortal Kombat будет совсем другим, таким вы его никогда не видели. Ну, игромеханически, понятно, другим он не будет, иначе это не было бы Mortal Kombat. Но сюжет, это просто фирменная шляпа. Откровенно, цензурно говорят. Шляпа Рейдена или Кун Лао, ну, решайте сами. А мы на этой очень печальной ноте, в этой очень красивой студии, переходим к нашей следующей рубрике, которая посвящена сезону, который, ну, очевидно, можно было увидеть возле полей пирамиды Аргуса в концовке Mortal Kombat 1. К мертвому сезону. Темой нашего сегодняшнего выпуска и рубрики о настолках станет «Мертвый сезон». Игра про зомби от Crowd Games. У игры в свое время вышло дополнение. Оно в данный момент не ретиражируется, ретиражируется только оригинальная игра «Мертвый сезон. Перекрестки». Однако в свое время эта игра собрала немало оваций у всех поклонников симуляторов, игр про зомби, игр, связанных с зомби-сурвайвл-тематикой, ну и игр, которые делают больно до того, как The Sword of Mine была переведена на русский язык. Итак, у игры совершенно не характерное по современным меркам правило. У игры совершенно маленькое по современным меркам игровое поле. Оно не блоковое, это всего лишь небольшая колония выживших. У игры очень много карт. Стоит отметить, это ее основное преимущество. Умение делать интересно и захватывающе, и периодически эмоционально очень больно, не вовлекая в это дорогостоящие компоненты, жетоны, кубики. Хотя вот о кубике, о кубике стоит поговорить отдельно. Он здесь, надо сказать, из тех, что делают очень и очень тяжело любому игроку. Сколько граней у куба обычно? Иногда 6, иногда 12, иногда 20. Кубик кидают, чтобы узнать что-то хорошее. Смог ли ты пройти проверку или не смог? Победил, не победил? Здесь, когда ты кидаешь кубик, ты или обморозился, или получил рану, или сдох, а если не повезло, то сдохла еще и вся твоя колония. Поэтому стоит быть очень осторожным, когда вам говорят «бросьте кубик», это зачастую ничего хорошего вам не сулит. Даже если покрутить пустых полей, будет очень-очень мало. Цель игры выполнить определенную задачу. Если в игре есть предатель, эта задача усложняется еще и тем, что предатель зачастую должен навредить колонии. Каждый должен выиграть сам, но если предатель выигрывает, то зачастую это связано с тем, что у колонии возникают проблемы, и колонии выиграть не в состоянии. У игры есть множество выживших с характерными особенностями, несколько модификаций зомби, правда, это больше с дополнением. У игры есть характерные для игр вроде древнего ужаса ивенты. У игры есть задания, у игры есть свои уникальные миссии. Даже если вас уводят из места, где сыто, убирают мусор, относительно безопасно, даже в таком случае вы можете попробовать выжить в одиночке. Однако, спойлер, выжить в одиночке, выжить в одиночку в этой игре практически невозможно. Почему? Ну, потому что очень многие вещи определяются кубиком, а кубик здесь очень сильно игрока не любит. Это прям особенный кубик, независимо от того, есть ли у вас счастливый куб, есть ли какой-то у вас несчастливый куб. Вот этот, он не любит всех примерно одинаково. Поэтому большую часть игр, которая, впрочем, очень легко раскладывается за счет быстро сортируемых и быстро расставляемых компонентов, за счет этого большая часть игр у вас будет перезапускаться, перезапускаться, не туда поехал, покусали, сдох. Попытался спасти персонажа, не получилось, он укусил другого, персонаж сдох. Не достали еды, все сдохли, прорвали блокаду, все сдохли и так далее. Не выполнили задачу, все умерли, предатель сделал свое дело, но я думаю, вы меня понимаете. У игры куча сюжетных компонентов, которые позволяют выполнить развилку в одну или другую сторону. Это очень легко сравнивать с тем же древним ужасом, это особенная прелесть древнего ужаса, сравнивать с ним можно кучу самых разных игр и здесь не исключение. Допустим, вы видите персонажа, который упал на вертолете и пытается выбраться из горящих обломков. Вы можете, как настоящий джентльмен, пройти мимо и здоровее остаться. Или вы можете, как настоящий глупец, броситься на помощь этому несчастному пилоту и если повезет, если вы не сгорите, если он не взорвется в этот момент, вы можете его попробовать спасти и у вас появится новый выживший. Новый выживший это хорошо. У нового выжившего может быть оружие, инструменты, какие-то уникальные навыки, но новый выживший это голодные рты. В том числе, с помощью жетонов можно увидеть все великолепие и еды, и обморожение, и баррикад, но самое страшное, если увидите вот эти черные силуэты. Это значит, что к вам пришли нахлебники, которых самое то бы выгнать на мороз. Буквально на мороз, это вообще ни разу ни шутка, ни игра слов, выгнать на мороз и здоровее остаться. У него ведь может взыграть совесть, может проснуться то немного человеческое, что еще уцелело после зомби-апокалипсиса, вы можете бедняк себе пьючить и взять. В таком случае, еды вам придется тратить гораздо больше, и ответственности за любое решение вы будете нести гораздо больше, потому что эта еда могла бы пригодиться раненому, эта еда могла бы пригодиться, чтобы выполнить квест, а вы ее потратили ради чего? Да, чтобы просто кто-то похабал, который еще не принесет пользы сам. Ресурсы проиллюстрированы на картах, ресурсы есть на жетонах, здесь по классике любого выживача, будь то компьютерная, будь то видеоигра, можно найти всякое самодельное оружие, ключи, хлам, лекарства, есть даже книжки-пособия, если вы играли в зомби-ут, вы можете представить себе всю прелесть, когда вы находите какое-нибудь пособие и после этого становитесь прославленным мастером кунг-фу, к слову, недалеко уходя от Mortal Kombat'а. Благо, подраться здесь есть с кем, но спойлер, это практически не имеет никакого смысла, потому что навстречу выжившим, которые здесь выполнены в виде жетонов, в виде фигурок, они могут очень быстро погибнуть, здесь можно встретить и зомби, которые будут регулярно пытаться настичь выживших и полакомиться, как это водится в классике, будь то Plants vs. зомби, будь то любая другая игра, прожившую мерцвичину, полакомиться вашими мозгами. Выживших здесь довольно много, больше опять-таки только в пресловутом древнем ужасе, но и мрут они здесь гораздо быстрее, и поле их варьируется от... Чего вообще добавили? Чисто чтобы коробка потяжелее была, до некоторых практически имбовых, хотя, если вы вдруг подумаете, что что-то идет слишком легко, что вы приближаетесь к заветной победе, вот эта штука, она быстро перекроет любую имбовость и любые игровые механики. Итак, в дополнении появятся специальные виды зомон-монстров, которые вдохновляются теми же заветными толстяками, болевунами, прыгунами, но нет, здесь есть просто обычные мертвяки, которые берут числом и которые являются большую часть времени какой-то немой угрозой. Они не представляют опасности сами по себе, поскольку появляются они зачастую в тех локациях, где вы не были. Они просто там спавнятся, бродят толпами и загадочно завоевают на холодном ветру. Но, если вдруг вы провалили какой-то ивент или пошумели вся эта орава, по законам зомбицида быстро придет к вам. Если в зомбициде вы можете взять пилу, взять кубики и раскидать всю эту ораву, даже не запыхавшись, то здесь нет один укус и все. С этим связана очень прикольная механика, возвращаясь вот к магии этого кубика. Вы должны делать выбор. Когда у вас персонаж заражен, вы можете или выгнать его, и тогда он обреченный, погибнет, и вы спасете свою колонию. Или вы можете, скрепя сердцем, попробовать его спасти. Если вы бросаете кубик и здесь ничего, вам повезло. Вполне возможно, он выжил. Но если, если вы выкинули какой-то другой символ, значит, заражение переходит на следующего персонажа. И с ним этот цикл повторяется. Таким образом, если вы в особо дурном настроении вас усадили играть в эту настолку против вашего желания, отвлекли от работы, вы можете попробовать таким образом саботировать всю колонию. Правда, а не факт, что живым вы после этого из-за стола настольного выберетесь. Если говорить о самом мертвом сезоне, это игра, ставшая классикой, когда сейчас речь идет о огромных локализациях игр, которые возглавили топ-100, которые только ворвались в топ-100, которые берут всякими миниатюрками, лицензиями, попытками перенести на настольные рельсы и Mortal Kombat, и Apex Legends, и Horizon, и Киберпанк, все что угодно. Это одна из тех игр, которые не придерживаются никакой лицензии. Она хороша тем, чем она хороша. Своими компонентами, своей механикой, своим процессом, своим неконтролируемым рандомом, который на самом деле, несмотря на то, что это можно легко занести в минус, когда все ваши усилия обрываются просто потому, что кубик так вот выпал, все, вы обморозились и померли. Нет, на самом деле это довольно весело и возвращает тем самым настольным играм, которые сейчас все больше уходят на рассчитывание колод, карт, этот самый эффект случайности, который довольно прикольный. Что можно сказать и о самой настолке. Она прикольная, она классная, сейчас у вас есть в кои-то веке в архиве этой программы, вы можете найти настолку, которая все еще существует, которую все еще можно купить. Это не просто хвостовство какой-то раритетной коллекции. Нет, она сейчас есть и если вы прикоснетесь к ней через игротеку в Майнгеймс или через какой-то игровой процесс на Ютубе или купите сами, то вполне возможно у вас появится еще одна интересная игра на тему, которая, казалось бы, уже вышла из моды. А на этом наша настольная рубрика плавно закругляется и мы переходим к концовке. На этом наш второй выпуск нового сезона подходит к концу. в этой прекрасной студии с этим прекрасным освещением, с этими прекрасными играми. Ну и хочется верить, что на следующей неделе мы вернемся с порцией еще более прекрасного, увлекательного. Главное, ждите. С вами был Бумпел. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова